Вышли отсюда во все! Быстро! Это люди, не человеки, которые исполняют обязанности. Перевели сюда людей, которые с оружием вышли отсюда во! В смысле выйдем? А это вот самый главный начальник. Это наше помещение. Это видео предоставила нам семья кинологов. Два года они трудятся на предприятии в Дальнем. Там же и жили. Говорят, пока не сменилось руководство. Нам не выдавали зарплату, нам не на что было это все вывести. Приехало руководство вместе с подчиненными. Выкинули на улицу. У нас сейчас туда не пускают наших собак личных, которые куплены за деньги, за документы. Одна немецкая овчарка, пенсионерка, можно сказать. Она работала в милиции 10 лет, ей за 11 лет. Она работала по наркотикам, по всему. Она сидит больная в вольере. Нас туда не допускают и забрать не дают. Но руководство требует документов. Но нашей собаке как мы можем предоставить? Я могу только подойти к собаке. И она, естественно, меня узнает. Другого варианта доказать я этого не могу. Как начался вот этот беспредел у кинологов, я за них ступился. И получилось так, что я стал тоже крайним. И мне сказали, собирая вещи и уходи. Вызвали милицию. Милиция приехала. Она нам пояснила так, что их территория. Мы находимся на их территории. И содействовать они нам не могут, так как это их территория. На территории предприятия, куда нашу съемочную группу не пустили, по утверждениям кинологов, находятся пять их собак. Мы завели вот это вот наше подсобное хозяйство, на что вот нынешняя хозяйство посчитало, что мы их крупой кормим. То есть свое хозяйство и моих собак. А у меня, говорю, и фактуры, все, что я для живности покупаю. И комбикорм, и пшеницу, и овес. Решить конфликт на месте так и не удалось. Вот что нам рассказали охранники на пропускном пункте. Они там развели свою лишнюю. Всяких коз, кур, которых приехало. Начальство им сказали, уберите. Мы кормим только собак, которые завод охраняют. А вот развели там своих лишних собак. Отребовали деньги на свои нужды. Кормили коз, кур, гусей. Не дали срок убрать. Они не убирали. Их уволили. И о дорожных проблемах. Народные корреспонденты пожаловались нам на вот этот участок дороги на Троицкое. Тяжелая техника привозит сюда грунт на продажу. При этом выезжает не помыв колеса. Как рассказали представители компании, которая ведет здесь земляные работы, они вызвали уборочную технику. Она должна привести трассу в порядок. Однако, как говорят сахалинцы, накануне ситуация здесь была еще хуже. И грязью полностью была забита одна полоса проезжей части. А это пейзаж между домами по улице Комсомольской 300А и 300Б. Здесь ведут работы коммунальщики. Но, как сообщил представитель компании, грязь не от их техники. Они роют под землей. А это последствия весенней капели.